привет друзья сегодняшнее видео я хотел бы с вами поговорить на тему что такое моно и стерео это очень важная тема для любого музыканта и если вы не понимаете принципов работы и вообще как это появилось вам будет полезно знакомиться с этим материалом для общего развития как минимум давайте начнем нашу презентацию сейчас я сначала расскажу про теоретическую часть так скажем и дальше уже в проекте потом мы поговорим про практическую часть нашего видео и в конце также этой презентации и также в проекте я покажу небольшую особенности file studio которая нужно помнить и знать потому что они никто практически не говорит но она существует имеет место быть и так у нас есть такая картинка и давайте разберемся что же такое моносигнал здесь немножко конечно будет сложно и возможно непонятно но дальше мы уже разберемся я постараюсь более подробно рассказать что же это такое моно это один из английского языка но если говорить о музыке то это одноканальная запись звука то есть записан наш сигнал например скрипка там или фортепиано либо рояль неважно на один микрофон и также мы выводим то есть мы воспроизводим этот звук через одну колонку у нас нет 2 3 4 5 и так далее у нас только есть одна колонка которую мы слышим я думаю здесь понятно то есть мы записали на один микрофон какой-то инструмент и вывели это на одной колонке стерео же это запись либо на два микрофона и более микрофонов с различными характеристиками или же запись на один микрофон но на различных удалениях от источника звука либо же наклон разный то есть если мы говорим о моно то дальше сейчас уже по презентации более это понятно станет то у нас моно это одинаковый сигнал он будет в левом и правом канале одинаково со стерео же картинкой мы получаем следующее в левом канале у нас будет один сигнал в правом канале у нас будет совершенно другой сигнал он будет отличаться от левого канала вот и поэтому когда мы их уже воспроизводим на стерео источники воспроизведения получаем некое заполнение пространства и слышим то место где была сделана запись здесь наглядно я показал как условно производится запись моно сигнала то есть у нас есть источник звука есть один канал записи и мы все это дело записываем наш рекордер возможно у вас возникнет вопрос и принципе я немножко там вначале это сейчас затронула когда рассказывал про стерео что будет если воспроизвести моно стерео а и принципе ничего особенного то и не получится как я уже говорил что стерео картинка стерео сигнал это разные сигналы в левом и в правом канале вот в моно же сигнале он равен то есть и левый и правый канал они одинаковые ничем они не отличаются поэтому если мы воспроизведем на стерео системе моно сигнал он будет звучать как бы в центре и мы будем воспринимать если к примеру мы наденем наушники самый яркий пример нам будет казаться как будто бы звук прямо находится по центру перед нами и естественно это не будет означать что звук стал в стерео если мы воспроизвели наушниках что такое стерео давайте еще раз закрепим и на рисунке я это показал наглядно стерео это запись одного и того же сигнала на разном расстоянии но одного и того же сигнала подразумевает под собой что например мы записываем какой-нибудь хлопок и либо snap вот но они находятся как мы показаны на рисунке на разном расстоянии от микрофона там два-три метра неважно либо же запись производится под разным уклоном углом наклона этих микрофонов и давайте подведем небольшой итог что такое стерео и что такое можно чтобы уже более так закрепить в двух словах так скажем стерео это записанные звуки в разных каналах в левом и в правом мы сейчас говорим о панорамировании то есть у нас если мы резко влево направим наш сигнал то он будет звучать с одной характеристикой и в правом канале будет на звук отличаться от левого канала это про стерео в моно же и левые и правые каналы будут одинаковые превыс в произведении на стерео на стерео системе звук будет в центре находиться и теперь давайте про особенности в fl studio при панорамировании сигнала в fl studio происходит смешивание левого правого каналах о чем речь я сейчас тоже подробнее покажу уже в проекте вот но суть в том что когда мы жестко панорамируем влево либо вправо мы слышим на выходе вот такую картинку то есть у нас звук получается и стерео превращается в моно это особенность fl в принципе в этом ничего страшного нету это не какой-то там бак или поломка этой программы скорее всего это наблюдается и в других тоже системах тому вы болты на я еще не проверял я хочу проверить и хочу как бы и вас сподвигнуть на это если вы работаете других программах проверьте как это реализовано там вот и для того чтобы этот эффект убрать нам нужно использовать стерео энхансеры они не смешивают сигнал они просто панорамирует его и то есть они убавляют условно правый канал а левый канал помещает просто в левую сторону также и в обратку то есть мы убавляем левый канал правый у нас получается звучит вправо в нашем ухе тоже дальше сейчас я покажу в проекте в принципе на этом теоретическая часть нашей презентации закончилась теперь я готов перейти в проект и так вот мы пришли наш проект я здесь подготовил три модуля которых сейчас буду вам рассказывать сначала поработаем с моно сигналом затем поработаем нас стерео сигналами и третьим модулем будет я расскажу про особенности фил студию которые озвучил уже в презентации и так мы имеем моно сигнал утрированно моно сигнал потому что меня но не нашел и просто так скажем такого чистого моно сигнала не стал сильно заморачиваться потому что на этом особый акцент не стоит делать в целом идея подачи сейчас будет ясна потому что по итогу в принципе ничего особого отличий никаких не появляется и так мы имеем два канала левый и правый это моно сигнал левый канал и правый канал вместе они составляют единый целый канал то есть слышим как бы в центре наше звучание нашего клэпа вот есть небольшая стерео картинка но опять же я говорю потому что этот клэп он звучит в стерео изначально но я его перевел в моно искусственно эти каналы и они у нас идентичные о чем я и говорил то есть они не отличаются совершенно ничем если мы их друг на друга бы наложили если бы они прям идеально моно сигнала были то мы никаких отличий вы не увидели в них то есть это идентичные два сигнала они записаны на один микрофон и вообще это запись одноканальная то есть это мы сделали запись одного сигнала и все и просто сдублировали и перевели влево и вправо есть такая штука как фейк стерео мы можем просто немножко сместить любой из наших каналов например давайте правый канал сместим немножко относительно левого канала и мы уже услышим стерео эффект то есть он уже стал широким этот инструмент это такая небольшая хитрость которую многие сам продюсеры применяют и и sound инженеры mix инженеры вот это можно и нужно знать как еще можно сделать стерео эффект искусственно можно один из наших каналов просто проэквализировать мы уже видим что немножко стерео картинка стала шире поменялась как панорама то есть здесь усилили сигнал вот если как бы компенсировать громкость то мы услышим увидим что просто картинка стала шире вот суть в этом то есть в принципе можно сделать из моно стерео это к вопросу тому что в презентации я показывал слайд где был вопрос что будет если воспроизвести моно сигнал на стерео системе будет моно сигнал но есть вот такая небольшая хитрость для того чтобы сделать из моно стерео дальше мы перейдем к стерео картинки к стерео сигналу также я свапнул влево и вправо слышим один моно канал и второй моно канал вместе они звучат как стерео анализаторы мы это видим вот и как мы уже знаем и я в теории рассказал что эти два канала они разные то есть один записан условно на удаление от микрофона полтора метра 2 записан на удаление метр и наклоном там за под 45 градусов вот и мы уже получаем совершенно другой сигнал и если мы их соединяем вместе мы уже слышим стерео если мы еще раз послушаем отдельно каждый канал посмотрим на анализатор мы видим что левый канал строго в моно находится в левой части нашего анализатора то же самое происходит и здесь мы слышим и видим правый канал и он также в моно звучит когда мы их соединяем получается стерео сигнал я думаю здесь тоже все понятно в целом для закрепления еще раз моно это когда у нас записан один источник звука на один микрофон одноканальный то есть одноканальная запись вот и стерео это запись одного и того же сигнала но с разными характеристиками удаление либо наклон метра микрофона будет разным и за счет этого мы получаем совершенно два разных сигнала и на выходе как правило выходит такое стерео теперь давайте поговорим про особенность fl studio это некое смешивание я разделил вот таким образом наш этот клэп закинул его на 15 канал и заработал параллельно еще на два канала и теперь выводим левый канал и правый канал то есть мы панорамируем так сейчас я здесь включу все плагины чтобы они нам не мешали давайте сначала проверим как он звучит на стереоанализаторе то есть мы видим что принципе клэп этот находится в стерео теперь давайте свапанем левый канал в левый и правый вправо и посмотрим и послушаем теперь мы видим на анализаторе что сигнал у нас превратился в моно и стерео происходит это из-за того что fl studio вот этот эта ручка панорамирования она смешивает сигнал а не просто убавляет правый либо левый канал если наглядно показывать то это примерно следующим образом происходит когда мы переводим ручку в левую сторону в левый канал наш правый канал не убавляет свою громкость и уходит там куда-то непонятно в ноль а он перетекает в наш левый канал и то же самое происходит и с правым каналом наш левый канал перетекает в правый и по итогам и получаем вроде бы как два сигнала но они одинаковые то есть и здесь такой же сигнал и здесь такой же сигнал за счет этого мы получаем моно как мы говорили что моно сигнал это один звук как бы одноканальная запись которые одинаковые что в левом канале что в правом канале и ничем не отличается поэтому нужно это понимать и знать даже если вы небольшое отклонение сделать то же самое происходит просто звук смещается в левый канал либо в правый канал это можно поправить либо даже это даже не поправить это как бы не баг какой-то в флк или что-то еще это просто такая особенность это нужно знать этого эффекта можно избежать следующим образом повесить например вот такой плагин в стерео энхансер либо стерео шейпер неважно какой из них вы будете использовать главное не используйте фрукти баланс потому что он также смешивает канал и здесь вот так же можно про балансировать мы будем пользоваться стерео энхансером и здесь я уже подготовил влево спанорамировал сигнал в левом канале и в правом также в правый канал спанорамировал сигнал теперь давайте послушаем как это звучит и посмотрим здесь то есть что здесь левый канал здесь правый за канал звучит и на стерео анализаторы мы видим что наш клэп находится в стерео если мы отключаем еще раз переводим влево переводим вправо видим моно здесь отключаем включаем опять наши эффекты также панорама и видим что звук в стерео это опять же к тому вопросу что такое стерео у нас до эффект это когда у нас левый канал полностью отличается от правого если мы их разделяем на левые либо правый канал и мы получаем стерео картинку когда они звучат на стерео системе вместе я думаю объяснил достаточно доступно понятно если будет непонятно советую вам еще раз пересмотреть видео даже несколько раз пересмотреть видео тогда вы точно поймете разберетесь а еще лучше попробуйте потестируйте все это дело сами это очень важная информация потому что если вы сейчас не выясните как работает вот именно вот эти три режима так скажем то следующее видео про мид сайт эквализацию которую я хочу снять она скорее всего будет немножко вам непонятно потому что там будут и перевернутые фазы и все что угодно и так далее то есть нужно понимать что такое стерео в целом поэтому надеюсь видео было полезным всем спасибо за просмотр ставьте свои лайки комментарии пишите если у кого-то возникли какие-то вопросы также приглашаю всех свое сообщество в telegram ссылка будет на мое сообщество под видео всем спасибо за просмотр и до скорых встреч пока